Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где мы на ежедневной основе размещаем, постим большое количество аналитического контента, безусловно вам в помощь, чтобы было проще ориентироваться на финансовых рынках, находить возможности и конечно же использовать их, потому что это прежде всего зависит от вас. Ну что друзья, вчера мы ждали протоколы последнего заседания американского регулятора, которое состоялось в середине прошлого месяца. И изначально, учитывая в принципе значимость этого фундаментального события мы характеризовали его как самое главное в рамках этой недели и были правы, потому что единственным, у кого была возможность раскачать индекс доллара настолько, чтобы он прорвался в район 100 пунктов. Друзья, снова делаю ремарку, это индекс американской валюты, потому что многие из вас часто путают мой комментарий об индексе доллара с динамикой пары доллар рубль. Так вот, индекс американской валюты 99,59, сейчас максимум вчерашнего дня 99,78. Когда началась первая реакция доллара на выход протоколов, я следил конечно же, как наверное многие из вас за тем, как отреагировал на них доллар, и ждал собственно теста сопротивления 100 пунктов. Но на текущем этапе этого не произошло, хотя совсем чуть-чуть оставалось до этой планки. В целом, протоколы показали нам готовность доллара расти дальше, при каждом намеке на скорое ужесточение монетарной политики в еще более высоких темпах. Собственно, до протоколов у нас был хороший катализатор роста для доллара в виде комментариев Лайль Брейнард. Это вице-председатель американского регулятора, как вы помните, она снова повторила, что ключевой задачей ФРС является борьба с инфляцией. И для решения этой задачи американский регулятор готов предпринимать всевозможные шаги, в том числе не только повышение процентной ставки, но и более раннее сокращение баланса американского регулятора, который за время пандемии был раздут до 9 триллионов долларов. Так вот, возможно ли сокращение баланса на ближайших заседаниях? Если верить позиции Лайль Брейнард, я в принципе склонен полагать, что она является достаточным авторитетом, чтобы, говоря от себя, обозначать высокую вероятность аналогичной точки зрения и мнения многих других голосующих членов американского регулятора. Так вот, вероятность того, что американский регулятор начнет сокращать баланс, причем уже на следующем заседании в мае, я оцениваю как очень высокую. Ранее представители американского регулятора комментировали, что как только начнется процесс количественного ужесточения, он будет гораздо быстрее, чем в 2018 и 2019 годах. И даже на первом этапе речь может пойти о срезании этой программы сразу на 2-2,5 триллиона долларов. И если, может быть, вы помните, несколько брифингов назад я делал акцент на то, что такое сокращение баланса равносильно дополнительно 2-3 повышением процентной ставки на 25 базисных пунктов. Поэтому, раз американский регулятор стремится к тому, чтобы привести политику к нейтральным уровням и значениям, поскольку американский регулятор готов повышать процентную ставку и даже сокращать баланс, несмотря ни на что, потому что проблема инфляции выходит из всяческого контроля, скажем так, нужно продолжать покупать индекс американской валюты, что, друзья, я вам рекомендую и делать. Я планирую удерживать этот инструмент вплоть до уровня 102-103 пункта. И очень рассчитываю на то, что в ближайшие недели по мере усиления жесткости этой риторики индекс доллара будет чувствовать себя уверенней. Сегодня, кстати говоря, до конца дня будет несколько выступлений представителей американского регулятора Эванса, Вильямса и Бостика. Двое из них являются согласующими членами американского регулятора. Поэтому, если вспомнить реакцию доллара на комментарии представителей ФРСа на этой неделе, в начале и на прошлой, то у доллара потенциально сегодня есть также возможность подрасти. Золото 1922 доллара за тройскую унцию ничего не меняется, к сожалению. Друзья, на дневках очевидно, прям, что этот актив зажат в коридоре. Я очень рассчитываю на то, что выход из этого коридора все-таки произойдет вверх, хотя шансы сейчас 50 на 50. Я не торгую обычно, когда такое распределение рыночных позиций, но есть то, что есть. Золото, мне кажется, очень интересным, потому что, в отличие от многих других финансовых активов, движения, которые пойдут по этому активу, будут значительными, и на нем можно хорошо заработать. Поэтому я готов также хорошо рискнуть, чтобы все-таки дождаться какой-то трендовой динамики и рассчитываю на то, что она будет в сторону роста. По другим финансовым активам евро против доллара вчера обновили локальные минимумы на отметке 1.0873. Продолжаю шортить европейскую валюту, потому что фон ничуть не изменился. Более того, за вчерашнюю торговую сессию можно добавить в копилку всех негативных факторов еще два. Очередной слабый релиз по производственным заказам Германии, которые просели в феврале, правда, на 2,2%. Я думаю, что в марте ситуация будет еще хуже. Снижение производственных заказов Германии осветливствует о падении спроса на внутреннем рынке. Есть еще и политические риски, которые уже начинают закладываться в курс европейской валюты. Это выборы во Франции. Если раньше не было никаких сомнений, что именно Макрон сохранил собой пост президента на следующий срок, сейчас эти сомнения есть. Потому что его ближайший соперник, это Мари Липен, судя по всему, пользуется или начинает пользоваться солидной поддержкой. В эти выходные пройдет первый раунд выборов. Посмотрим. И потенциально, друзья, я рассчитываю на то, что евро останется под давлением до конца этой недели. А в понедельник нас еще будет ждать открытие с ГЭПом вниз. Доллар канадец 1,2552. В другую сторону пара идет, нежели чем та, которую мы предполагали. Это обусловлено сейчас не укреплением канадского доллара, а снижением его на курс. Возможна ситуация в рынке нефти, которая тоже корректируется. Но у нас есть еще козырь, друзья. Это очень сильный, потенциальный сильный отчет по рынку труда, который выйдет завтра по канадской экономике. И я, опять же, ожидаю эту статистику как фактор поддержки для канадца. И по-прежнему ориентируюсь на тейк-профит и на движение пары доллар-канадец к цели 1,24. Американский фондовый рынок S&P, как мы и ожидали, снижение продолжается совсем чуть-чуть, остается до нашей ближайшей цели. Сейчас котировки 4,354 пункта. Протоколы, которые подтвердили намерение того, что регулятор будет не просто повышать процентные ставки, а, возможно, делать это агрессивно, наращивая и увеличивая сразу на 0,5%. Это негативный фактор для фондовиков. И, как я отметил, сегодня у нас несколько выступлений представителей американского регулятора. Если услышим жесткие комментарии и от них, американский фондовый рынок может завершить эту неделю как раз в районе наших с вами целей. И нефть пока что без комментариев. Котировки в районе 102,88 долларов за баррель. Мою позицию, я надеюсь, вы знаете. Я сторонник того, что на рынке сохраняется слишком уж значительный дефицит предложения. Особенно об свете постоянно усиливающейся риторики Запада в адрес российской экономики. Пока что страны ЕС и все те, кто обсуждают новый пакет финансово-экономических санкций, не согласовали их расширение в плане секторального воздействия на энергетическую отрасль России. То есть эти санкции не касаются даже угля и тем более не касаются нефти и газа. Однако тенденция такова, друзья, что рано или поздно, судя по всему, эти решения будут приняты. Поэтому я все-таки хочу вовремя оказаться вот в этом мощном локомотиве, просто который состоится. И сейчас продолжаю удерживать длинные позиции по бренду. Если вы торгуете WTI, в принципе, там котировки плюс-минус идентичные. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.